В уютном концертном зале Брестского областного общественно-культурного центра собрались уникальные люди, для которых служение закону, праву и справедливости, кредо жизни – это все о них, юристах, адвокатах, нотариусах, прокурорах, судьях, следователях, сотрудниках правоохранительных органов. Много хорошего об этих людях сказал председатель Брестского отделения Республиканского союза юристов Владимир Савчук. Иногда, когда мы погружаемся в профессиональную деятельность, мы зачастую оцениваем наших людей исключительно по профессиональным качествам. И иногда не замечаем, насколько они талантливые, одаренные, творчески инициативные. Сегодня мы проводим мероприятие, в котором приглашены как профессиональные артисты, так и работники судов, управления следственным комитетом, прокуратуры, адвокатуры и так далее. Я думаю, это позволит полной мере им раскрыться, реализовать свой потенциал. Ну а мы надеемся, что данный первый опыт слияния профессиональных артистов самодеятельности окажется успешным. Мы даже сами не ожидали, что у нас такое количество инициативных, творческих людей. Служители Фемиды – профессия, которая издавна считается одной из самых почетных и в то же время одной из самых сложных и ответственных. Именно поэтому к юристам чаще всего обращаются за советом в сложной ситуации, и только от них зависит безукоризненное выполнение закона. И поскольку большую часть времени они отдают работе, то профессиональный праздник День юриста – это награда за нелегкий и кропотливый труд, где в адрес каждого из присутствующих звучат слова признательности и благодарности. Юрист, на мой взгляд, это призвание. Он внимательный, потому что он умеет слушать и слышать чужую проблему. Он целеустремленный, потому что вплоть до Верховного суда обжаловывает любой судебный акт, отстаивая свою прорывную позицию. И это все вы, дорогие друзья. Поздравляю вас с праздником. Я искренне желаю вам добра и мира, уверенности в завтрашние дни и справедливости. Именно такими принципами руководствуется и Наталья Кулак, нотариус Брестского нотариального округа. Ее профессиональный путь начинался с примера ее отца, который всю свою жизнь отдал юриспруденции. Именно поэтому у Натальи Васильевны и появилась любовь к профессии, юристам и уважение к закону. Когда стал вопрос о выборе, с уверенностью решила стать нотариусом. Работа нотариусов – это не только работа с бумагами, это работа в первую очередь с людьми. И в каждом случае это все индивидуально. Каждый случай, каждый случай особенный. Хочется быть полезной нашим гражданам и юридическим лицам. Хочется сделать для людей таким образом, чтобы все их сделки, все было в рамках закона. Я считаю, что это самое главное. С уверенностью хочу сказать, что нотариус – это мое призвание, это, по сути дела, вся моя жизнь. Да, нотариусы не могут оставаться в стороне от всех перипетий жизни, а потому четкое соблюдение закона – основополагающая функция в их работе. Ни эмоции, ни жизненные обстоятельства не могут стать выше профессионального долга. И именно профессионализм – один из главных критериев, за который каждый достойный был отмечен почетной грамотой и благодарностью. Почетной грамотой Верховного Суда отмечена и Наталья Кулак. Очень приятно, столь высокую награду получить именно от Республиканского союза юристов. Как бы это очень почетно. Огромное спасибо всем коллегам, всем юристам и моим коллегам-нотариусам Брестского нотариального округа, потому что все-таки считаю, что эта награда заслужена не одного человека, а огромного нашего сообщества нотариального округа. Почетная грамота Верховного Суда – это высокая награда для юриста, для судей. Заслужить такую награду, безусловно, это большая работа, это ежедневный кропотливый труд. И я очень благодарен и руководству Верховного Суда, и руководству экономического суда Брестской области за то, что меня отметили столь высокой наградой. Следовать букве закона, помогать людям решать проблемы – призвание каждого, кто выбрал профессию юриста. Ведь порядок может быть лишь там, где царит закон.